ТЕМА ДНЯ КОММЕНТАРИИ Это 100% и в раскрытии убийств, и изнасилований, и тяжких серьезных повреждений с смертельным исходом. Тяжкие преступления. Вообще характер преступности меняется, наверное, каждые 5 лет. Какой-то шаг существует, потому что я помню 90-е, помните, когда этих убийств было по 3-4 эпизода на каждый день, а то и больше, да? Ну, 90-е годы я не застал, но могу сказать, что, конечно, я пришел в уголовный рост в 2001 году, и, конечно, структура, ну, мир изменился, технологии изменились, и, конечно, и преступность изменилась, структура преступности изменилась. То есть, если мы говорим с вами, допустим, о еще периоде 10 лет назад, то есть это было больше 200 убийств совершалось в год. И если мы берем сравнение со современностью, за прошлый год у нас совершено 62 убийства на территории региона. Конечно, изменилась преступность. Изменилась преступность, изменилась преступники. То есть, если мы с вами говорим о краже автотранспорта, помните, да, какая-то установка была в 2000-х годах. То есть в день могло быть похищено на территории 8, 10, 12 машин. То есть мы даже не берем в учет завладение транспортным средством без цели хищения. Ну, так называемые угоны, когда боятся покататься, да. А в 2000-х годах могли в день похитить 12 машин на территории области. Сейчас это не так актуально. То сейчас, я вам расскажу даже ради сравнения, в прошлом году краж автотранспорта на территории области зарегистрировано 60. Меньше, чем убийств. Вот, поэтому, конечно, меняется преступность, меняется мир, меняются преступники, меняются технологии. И, соответственно, должна меняться и работа подразделения уголовного розыска. Вот, потому что понятно, что, если мы опять-таки вернемся к кражам автомашины, потому что я 5 лет поработал в этом подразделении, да. То есть я помню те методы, которыми мы их ловили в 2000-х годах. Конечно, они эти методы все уже изучили. Конечно, они понимали, как их просчитывали, как на них выходили источники. Как обмануть оперативника. И, конечно, они полностью сменили стратегию преступлений. То есть, как воруют машины сейчас, то есть это, ну, они как какие-то заправские разведчики подходят к своей, ну, назовем это, работе. Вот, поэтому и преступность меняется, и преступники изменились. Поэтому, конечно, приходится меняться, развиваться и расти. Ну, у вас учеба такая вот существует, да, вот держите руку на пульсе. Конечно. А как сейчас мошенничество? Как сейчас это все через банковские счета? Это же номер один, наверное, сейчас. Конечно, это главный бич, то есть наибольший удельный вес в структуре преступности, занимаясь сейчас, конечно, преступлений, совершенных с использованием информационных технологий. Вот, и, конечно, то есть, если еще там буквально какие-то там семь лет назад, да, то есть как бы мы и представления не имели, как с этим бороться, то сейчас, конечно, и выбран и механизм, вот, и есть очень много примеров раскрытия. Другое дело, что, конечно, и они тоже меняются, да, то есть... Ну, да, здесь важно все равно идти чуть-чуть там впереди. Да, понимая, что где-то их отсчитывают, то есть они и предлоги меняют, под которыми звонят гражданам, вот, и меняют и работу, ну, вот с этими, так называемыми, курьерами, да, которых теми или иными способами убеждают в том, чтобы, да, там нужно заехать, забрать, передать деньги. То есть, как мы говорили с вами, что в последние годы стали они еще чаще привлекать несовершеннолетних. Да, к сожалению. Вот, то есть как-то убеждают их, что либо их не поймают, что либо в связи с возрастом они не будут включены уголовную ответственность, даже если будут пойманы. Но понятно, что для тех людей, кто все это организовывает, они являются расходным материалом. Они прекрасно понимают, что через два-три преступления их поймают, вот, и при этом они, как бы у них уже готова замена, и не знают, что они достаточно быстро найдут. Поэтому очень важно понимать, да, что для людей, в такой ситуации окажавшихся, да, что для тех, кто вас пытаются убедить, да, вот, вступить, скажем так, в преступные сгоды, вы просто расходный материал, от которого они с легкостью избавятся, и тут же забудут, как только вас поймают. Ильяна, вот мы сейчас говорим относительно, хотя 10 раз уже говорили, ребята, это все временно, это на неделю, на две вы мошенники, потом вас все равно возьмут, раскрываемость преступлений, это растет ведь тоже и по этому направлению. Но людям-то ведь тоже, мы говорим, которые жертвы потенциальны, чтобы не верили. Каким образом, чем еще убедить людей, чтобы они не попадались на удочку этих преступников, мошенников? Конечно, сейчас, опять-таки, в связи с изменившейся структурой преступности, сейчас очень много усилий уделяется работе профилактического характера, да, то есть, как бы и профильное отдел действующей структурой управления Голомбровской, и районные подразделения, да и подразделения других служб занимаются вот этой вот работой профилактикой, донося до людей способы совершения вот этих вот мошенничеств, да, так называемых дистанционных мошенничеств, да, когда звонят по телефону, да, и по теме или иной продолгам, но все вам знаем, основные способы, то есть, либо это звонит сотрудник, представляющийся работником банковского учреждения, говорит о том, что какая-то опасная активность на счету, да, либо это вот, как вот тоже, не так давно, звонит сотрудник, представляющийся работником сотового оператора, говорит о том, что у вас закончится договор, да, нужно его продлить, для чего нужно сообщить поступивший номер в СМС, либо это якобы сотрудник правоохранительственных органов, который тоже будет либо о опасной активности на счету, вот, либо, ну, опять-таки, набивший оском, о том, о чем сотни раз, да, говорилось, когда звонят под предлогом того, что родственник попадает в ДТП, и за его освобождение нужно передать деньги, вот, просто очень важно людям помнить, что ни работники банковской сферы, ни операторы сотовой связи, ни сотрудники полиции никогда не будут вам звонить и рассказывать о попасть на активность на счету и о необходимости перевести деньги на другой счет. Очень важно помнить, что какие бы СМС к вам не поступали, либо с приложений, либо с сайта госуслуги, эта информация только для вас и только для вас, да, и, как правило, то есть во всех сообщениях об этом и пишут, что никому не сообщайте главный номер, потому что этот, вот этот код поступивший, это ключ к вашим денежным количествам, к вашим персональным данным, вот, поэтому, конечно, вот, это то, что мы пытаемся уже на протяжении нескольких лет донести, да. Да, и контролировать себя всегда надо, ну, возможно, мы и как-то перейдем эту черту, да, возможно, это и будет, как было с другими видами преступлений. Кстати, работа уголовного розыска заканчивается поимкой преступника или все-таки вы участвуете в доведении дела до суда? Конечно, задержание преступника – дело неограниченца, да, понятно, что приступы к пойму, да, то есть тут вступает действие ордена подварительного расследования, то есть это следствие, либо дознание, да, но уголовный розыск осуществляет оперативное сопровождение уголовных дел на всех этапах досудебного расследования, то есть это и подварительное следствие, либо дознание, и более того, даже на стадии судебного разбирательства оперативное, при необходимости, конечно, при расследовании особо сложных уголовных дел, да, то есть и на стадии судебного разбирательства мы также осуществляем оперативное сопровождение уголовных дел. То есть, вы своими глазами видите, как, что называется, вор сядет в тюрьму? Ну, от преступления, да. Вор – это образное понятие каждого преступника. Для вас уголовный розыск тем, кто сейчас, может быть, мечтает, мальчишки, девчонки, я знаю, что и женщины работают великолепно в уголовном розыске, задач очень много, мечтают работать у вас. Почему именно уголовный розыск? Почему это интересно? Конечно, конечно, уголовный интерес, но нужно быть готовым к тому, что это, конечно, и сложно. Потому что сложно и в том числе и в эмоциональном плане, да, потому что все равно ты постоянно сталкиваешься с людской бедой, с людскими користями. Зачастую у людей просто ломаются жизни, да, но ты при этом должен сохранять свежую голову, да, и понимать, что не поддаваясь эмоциям, должен делать свою работу. Вот, это, конечно, и интересно, и это, ну, это сложно, к этому нужно быть готовыми, но оно все равно того стоит, потому что... Ну, еще важно, да, искатиться в жестокость какую-то, потому что, когда ты видишь, что совершил этот человек, волей-неволей эмоции срабатывают. Ну, да, мы говорим о профессиональной деформации, да, понятно, что, когда ты видишь, что человек перешел все границы, да, там, особенно в тех случаях, когда, ну, мы с вами уже обсуждали о том, что, да, там, я много лет поработал в отделе против личности, да, когда ты видишь, что человек совершил поступление в отношении несовершеннолетнего, конечно, тут бывает сложно держаться эмоций, но при этом, как бы, ну, очень важно понимать, да, что ты, даже если ты видишь, что люди переходят, ты эти границы переходить не должен. Конечно, да, вот о чем я говорю, что эта работа интересная, но нужно быть к тому году, что она и сложная. И, ну, что важно, да, здесь, у тебя всегда будет ощущение, что ты занимаешься правильным, нужным и очень важным делом, и ты видишь результат своей работы. Замечательно. И я хочу сказать нашим телезрителям, что на своих экранах вы видите специальный QR-код, который поможет вам выйти на сайт УМВД, где все условия поступления на службу в церковную полицию, приходите, это действительно интересно, это сложная, безысловная работа. Кстати, Илья, вы когда-то когда-нибудь, сколько вылет в полицию, в милиции? С 91 сентября 99-го года. 99-го? Да, но в практических органах, именно в угодном розыске, я с 2001-го. Не пожалели, не рады? Нет, нет, конечно, было сложно, да, в 2000-х, когда там, в общем-то, ну, получали, да, там, совсем копейки, да, и были времена, когда там, можно было сутками проводить на работе, да, там. И помню такие времена. Да, 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 и, ну, было сложно, но всегда лично у меня горело ощущение того, что я занимаюсь правильным делом, и я вижу, я вижу вот результат. Это всегда как-то горело, и поэтому нет, сожалений не было никогда. Были сложные времена, но, к сожалению, нет. Я так вот уже просто по собственному жизненному наблюдению считаю, что нашим тверским уголовным розыскам всегда можно было гордиться, всегда работают честные и достойные люди, и результат был. И, к счастью, мне в этом плане очень везло, потому что я застал лучших, да, вот этих наших ветеранов, которые, да, мы всех и знаем, да, это Николай Александрович Игорьков, да, Александр Атольевич Арсеньев, Александр Викторович Бойков и Сергей Игоревич Шурыгин, который, к сожалению, так давно не стал. Сергей не стал и не знал. Да, и Олег Викторович Кудрявцев, и Валерий Анатольевич Жунов, и Денис Борисович Гуреев, который буквально неделю назад еще нас возглавлял. Да, ну вот ушел на заслуженный отдых, да. И вот эти люди, уже давно пенсионеры, ну вот они внесли такой вклад в правопорядок региона, да, столько людей, которые благодаря им, в общем-то, живут и не знают, что, как бы, может быть, они и живы благодаря им, и имущество их благосостояния осталось на том уровне, на котором они остались благодаря им, потому что благодаря этим людям столько профессиональных преступников оказалось в тюрьме, и профессиональных убийц, и серийных убийц, и педофилов. Я уже не говорю о такой менее общественно опасной категории, как там угонщики, грабители, развойники. Все равно это нарушает нашу обычную жизнь. Вы буквально чистильщики общества. Спасибо вам огромное за работу. Напоминаю, друзья, что сегодня у меня в гостях Илья Медведев, заместитель начальника управления уголовного розыска МВД России по Тверской области. Я надеюсь, что уголовный розыск в Тверской области пополнится очень скоро новыми, молодыми, в будущем, возможно, легендарными кадрами. Спасибо вам. До свидания. Берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова